Сельскохозяйственная техника, бавоуна, вуглеродные волокна и лён – это основные виды продукции, которую Гомельская область поставляет в Китай. Импорт из этой краины складают машины и обсталевания, электротехничная продукция, выработка из шорных металлов, каменю и пластмасс. Сегодня доля Китайской Народной Республики у знишнегандлевом обороте Гомельской области складает около 10%. При том, что супрасовненство не обнаживаются только правыми поставками. С 2060-го в Харбине работает совместное предприемство с Гомсельмашем, на яким уже выраблено больше, как 2000 комбайнов. Летось подписано еще одно пагаднение об открытии двух сборочных плясовок гомельских машинобудовников у провинциях Хэбэй и Ганьсу. Еще одно пагаднение об сумесной вытворчасти кабельной продукции. На приконце минулого года Гомелькабель подписал зусийской кабельной компании «Дзянань». Визит, який отбывается у гэтая дни, закликаны установить больше тесные совязи с предприемствами харчовой и древа просушившей промысловости Гомельской области. Чтобы у нас будет шанс сотрудничества с вашими молочными продуктами, мясными продуктами и еще другими сельскохозяйственными продуктами. Сегодня эта компания специализуется у гандли на китайском рынке импортными продуктами харчавания. От российского шоколада и цукера к далекового аллею из Испании и морепродуктов из США. Разом с тем, у компании лишь измахчимым дополнить этот спис медом, мясомолочной и кондитерской продукцией из Беларуси. Тем больше, что на Гомельшине пылные напрацовки у этой сферы уже есть. У мая минулого года аксанерное товарыство «Спартак» приняло удел у 16-й китайской международной выставе продуктов харчавания и заключила два контракты на поставку своей продукции. По слову беларуских специалистов, такое супрацовинство повинно быть взаимовыгодным, але необходимо докладно пропрацовать логистичные питания. Проблемы существуют в логистике. То есть, если у нас первый контейнер пошел с железнодорожным транспортом, и он уже дошел до КНР, мы отгрузили пробную первую партию шоколада 15 тонн, то вторая компания, которая работает с нами, мы отправили морским путем, и вот примерно доставка будет осуществляться 50-60 дней. И у працях тиму супрацовництва Гомельской в области с КНР. Как ожидается, в этом году будут подписаны еще несколько погоднений с китайскими провинциями. А про то, что в мае всех китайских партнеров запросят на Гомельский экономический форум и международную универсальную выставу «Весна у Гомели». Олег Сюнцеров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько. Телерадиокомпания Гомель.